Всем здравствуйте! Вы находитесь на канале записки канарского узника. Меня зовут Татьяна. Живу я на Тенерифе и частенько показываю мою обычную жизнь. Но на канале меня давно не было. И я хотела показать, чем я занималась. Сложа руки я не сидела. И кисоньки мне в этом активно помогали. Марвель, я вообще-то сумку вяжу. Ты что, залезла-то? Вот скажите, как так можно вязать, а? Марвель, давай вылезай отсюда. А? Или я прямо здесь буду на тебе вязать? Что расплылась-то? Нос-то! Ещё и нос засунула, посмотрите. Вот так и работаю. Тебе там удобно? Марвель! Марвель! Ну всё, давай буду на тебе вязать. Да, одной рукой не получится. А, то есть это ещё не конец истории. Вы сейчас ещё драться начнёте. Всё, молодец. Справилась с задачей. А? Теперь вторая полезет. Занималась я всяким разным. Открыла для себя ковровую вышивку. Я не знаю, может кому-то это интересно. Сделала вот такой вот пробничек. Пока он ещё не полностью закончен. Надеюсь, что вам это похоже на какую-то лесную полянку. Скажем так, на мшистый камень. Он ещё не до конца закончен. Нужно ещё подрезать ворс. И вообще, ну и всё, короче, обработать. Вокруг сделать обратную сторону. Смотрите, кстати, вот фактически первый раз я делала эту ковровую вышивку. И насколько аккуратно получается. Очень меня она зацепила. Буду теперь в такой технике работать. Но для себя, а не для продажи. Не очень верю в заработок таким образом. В всяком случае, здесь, на Тенерифе. Ну или просто мне это не особо интересно. Чтобы заниматься и продвигать всё это дело. И эта заготовочка в результате превратится в подставку под кружечку. Здесь будет, вот я подстригу соответствующим. Здесь всё будет вот так, вот такими кустиками замечательными. Якобы разные растения. А здесь будет вот так вот выстрижено практически в один уровень. Чтобы можно было ставить удобно чашечку с горячим напитком. Вот такая вот заготовочка получилась. Довольно неплохо, думаю, для первого раза. Захотя ещё совершенствоваться и совершенствоваться. Дальше я начала вот такую штуку. Вы пока вряд ли узнаете в этом пляж. Озеро в лесу. Но тем не менее, это всё-таки озеро. Здесь вот я вышила, здесь вышивка просто обычная иголочка. Это пляжики. Один, вот второй. Это озеро с разными глубинами, вид с высоты, с птичьего полёта. Здесь речка, разветвление будут. Здесь тоже кустики деревья. Ну и всё, конечно, вокруг тоже будет в кустах и деревьях. Или какие-нибудь поля. Вот. И тоже это ещё нужно подстричь, потому что это гораздо красивее выглядит, когда оно подстрижено. Вот сейчас можете увидеть, что здесь такие барашки. Если кто-то не знаком с ковровой вышивкой, вот посмотрите, как это выглядит до стрижки. Когда это подстрижено, это выглядит гораздо более аккуратно, особенно когда в один уровень или там, в общем, по задуманному. Вот это то, что касается ковровой вышивки. Но не только этим я занималась. Давно меня не было, долго. И у меня тут накопилась целая куча всякого. Посмотрите. Навязала. Вот таких вот сумочек. Это скорее даже не сумочка, а такой кармашек под какой-то, не знаю, какие-то книжечки, блокнотики сюда. Чисто домашний вариант, просто чтобы использовать пряжу и попробовать что-то новое. Но на этом, эта форма, да, эта форма, этот дизайн меня зацепили. И я навязала еще несколько таких из другой пряжи, которые уже можно использовать как сумочки. Вот, видите, такая серенькая. Так, кошки на фоне опять устраивают какой-то бедлам. Вот видите, торец такой. Пока это все еще лежало сложенное, немножко помялось. Вот такой вариант. Кисанька, что там такое происходит? Сара. В Сару вселился бес. У нее это бывает. Так что вот такой. И давно хотела связать вот такие сумочки с разными ручками. Причем тоже это расход пряжи, которая у меня осталась, какие-то маленькие клубочечки. Какая-то не сосветится в результате, получилось. Но самое такое интересное, это вот эти вот ручечки. Кстати, она закрывается, сумка вот таким образом. Вот это можно продеть руку сюда и вот так носить. Ну и вот такой совсем пляжный вариант. Но тоже почему-то очень захотелось его связать. Немножко еще не доделано, видите. Ниточку тут нужно спрятать. Здесь тоже такая же ручечка. Немножко побольше. Можно прямо до локтя это одеть. Вот. Но также будет улучшение, видите. Колечки под ремешок. Есть у меня вот такой ремешок. С Алиэкспресс. Причем стоил он мне немногим больше 2 евро. Так, извиняюсь. И вот так можно прицепить. Немножко он не подходит по цвету, но мне идут еще несколько. Несколько подобных. Будут бежевые. Так, кошка уже вцепилась в него. Ну и будет... Ладно, открывается, не буду закрывать. Сейчас, когда будет на мне, это открываться не будет. Вот. Такая вот сумень. Получилась довольно неплохая. Такая объемная, замечательная. Опять же, лично для моего пользования. Вот. Что-то я еще забыла. Ах да, светильник же еще вязанный. А еще, когда-то давно на просторах интернета я увидела вязанный светильник. И у меня была мечта осуществить, связать из гирлянды вот такой же. Я даже купила гирлянду, что-то пробовала, ничего у меня не получилось. И вот пока, вот до недавнего времени, пока я не увидела, как вяжут из проволоки. И я снова загорелась этим светильником. У меня уже была куплена, как я, наверное, сказала, гирлянда. К сожалению, она, по-моему, была только 10 метров. На такой светильник нужна гирлянда подлиннее. Нож какая была. Потом приобрету 20-ти или, там, не знаю, 30-ти метровую. И тогда уже свяжу полноценный. Но пока у меня связалась вот такая штука, которую сейчас не видно. Особенно на таком фоне. Надо, наверное, что-то подложить. Какую-нибудь подушечку. Что-нибудь черненькое было бы хорошо подложить. Но я думаю, вот вы сейчас видите, он так переливается. Сейчас я выключу свет, и мы с вами в первый раз его вместе включим. Потому что я пока не включала. Что-то у меня тоже немножко подзапуталось. Вот. Это начало было. А здесь окончание. Выключаем свет. Ну что? Алле! Хоп! Ой, какая же красота! Вы только посмотрите. Я просто в восторге. Вот я бы, конечно, хотела бы, чтобы он был подлиннее. Наверное, в два раза. Да, вот 30 метров не надо. Нужно 20 метров. Причем хотелось бы такого теплого цвета. Света, да? Такий холодный. Ну вы посмотрите, какая прелесть. В общем, я обязательно когда-нибудь свяжу подлиннее. А если нет, то даже вот этот, вот мне вот так, посмотрите, на стенку повесить. И вот он будет меня радовать бесконечно. Слушайте, ну я просто в восторге. Слушайте, ну я просто какой-то чародей. Ладно, во всяком случае искусницам. Я прям так довольна. Прям, ну, конечно, петельки неровные. Ну, чего вы хотели, вот, вязание из проволоки. Тем более, что фактически это было не вязание, вот как вы сейчас видите на спицах. Да, это, я же не вязала вот так вот. Я вязала это крючком и пальцами. Да, поэтому тут был совсем другой вид творчества. И вот если бы она была потяжелее, то они бы еще распрямились, да, вот они подскакивают вот так вверх. Ну, просто, просто гениально. Со второго раза, считайте. Очень красиво. Ну и на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до очень скорых встреч. Пока-пока.